Эти матчи покорили зрители не только зрелищной игрой, но и красочным оформлением, вынос флагов двух государств и звук гимнов России и Сербии. А как иначе, ведь товарищеский матч двух сборных – яркое событие в мире мини-футбола, по-настоящему большая игра. В обновленном составе сборной России немало молодых игроков. Переход из молодежки в состав сборной – особая ответственность. Подвести нельзя, ведь хоть матч и называют товарищеским, это самое, что ни на есть схватка соперников. Место сражения – зал УСК Подмосковья. Его покрытие к 15-летнему юбилею было обновлено и прекрасно выполняет функцию поля для игры. Комфортная инфраструктура объекта – одна из причин, почему спорткомплекс не первый раз становится площадкой для соревнований международного уровня. Традиционно это площадка с большой историей мини-футбольной. Сегодня, конечно, не так часто здесь приходится бывать, потому что все-таки нет команды, здесь нет матчей Суперлиги и Высшей лиги. Но, тем не менее, площадка эта традиционно для нас родная, мы сами играли на ней еще когда-то и сейчас приезжаем с удовольствием. Это про сооружение очень хорошего уровня, в котором мини-футбол любят и щелковские боечки, конечно, это всегда история мини-футбола. Так что в этом плане площадка не изменилась, здесь все по-прежнему хорошо. Конечно, приятно, когда такие матчи происходят у нас в городе. Конечно, уже не первый раз. Были матчи с Португалией, еще были матчи. Эмоции, конечно, вообще потрясающие. Очень рады, что сборная посидела наш город. И вот первый матч. Начало. Мощный прессинг нашей сборной плюс отличные передачи со стандартными приемами приносят России первый гол. В целом, большинство мячей пришлось на первый тайминг. Сначала счет открыл Руслан Кудзиев на шестой минуте игры, однако спустя три минуты Владлен Весич равнял счет. Еще через минуту Кудзиев оформил дубль и вывел россиян вперед, а на шестнадцатой минуте Янар Асадов отправил третий мяч в ворота сербов. Сербская команда невероятными усилиями все же пробила ворота соперника в первом тайме. Во втором зарубежной команде удалось забить еще один гол усилиями Драгона Томича, отличившегося на сороковой минуте поединка. Однако отыграться сербам все же не удалось. Вторая встреча была не менее ожесточенной. Кажется, немного расправив крылья, сербы начали активно прессинговать, соблюдая правила обороны. Тем самым добившись пары голов. На пятой минуте подопечные Сергея Скоровича уступали 0-2, но смогли переломить ход встречи и добиться итогового успеха. Обе игры закончились со счетом 3-2 в пользу сборной России. Два матча всегда сложно противостоять с одним и тем же соперником. Два матча подряд, но и сербы были в такой же ситуации, как и мы. Мы неплохо начали игру, создали, то есть так вот, очень основательно подошли к стандартным положениям. Если вы помните, первые смены были очень такие мощные. Но потом ошибка, которую мы совершили, казалось бы, в простой ситуации, играя против столба, но как бы не выбили мяч, когда практически он у нас был. И сербы сразу реализовали. Ну и, конечно, вот это небольшое замешательство. Потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя сразу, практически ошиблись второй раз и 0-2. Но здесь мы понимали, что надо уже как бы брать все под контроль, двигаться и созидать, создавать и забивать. Очень доволен многими игроками, которые первый раз играют в сборной и первый раз проявили себя в таком светле, что показали с таким сильным соперником, что можно на них рассчитывать. И у нас светлое будущее с такими игроками, которые не боятся играют. Так что все-таки рад, что они могли показать и будем со сильным соперником свою игру, и будем продолжать играть только со сильными соперниками. К слову, на данный момент наша команда возглавляет рейтинг мини-футбольных сборных УЕФА. Сербия располагается на восьмой позиции. Счет в очном противостоянии этих сборных стал 12-1 в пользу сборной России. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, телерадио компания «Щелково».